Не все любят выпечку с творогом, но, если вы не входите в их число, тогда запишите себе рецепт, как приготовить булочки с творожным кремом внутри, к столу их подают уже остывшими, с сахарной пудрой. Готовлю булочки из дрожжевого теста, которое делаю самостоятельно, тесто вы можете использовать для рулетов и прочей выпечки, вместо творожного крема булочки можно начинить заварным кремом или шоколадом. Досмотри Шимвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. В миску налейте теплую воду и добавьте к ней дрожжи и 2 чайные ложки сахара, перемешайте и оставьте на 10 минут. 2. В отдельной миске смешайте теплое молоко, растопленное сливочное масло и яйца, как заметили, что начали появляться пузырьки, влейте приготовленную жидкость. 3. Просейте муку и порционно добавляйте ее к жидким составляющим, а также не забудьте об оставшемся сахаре и соли. 4. Замесите тесто и накройте его полотенцем, оно должно увеличиться в объеме в 2 раза, 1-2 часа. Жду ваших лайков и комментариев. 5. На противень выложите пекарскую бумагу, разделите тесто на равные части и скатайте из каждой шарик, оставьте на 5-15 минут. 6. Выпекайте булочки в разогретом до 175 градусов духовом шкафу около 20 минут до образования румяной корочки, достаньте их из духовки и смажьте сладкой водой, затем остудите. 7. В чаши миксера взбейте охлажденные сливки, в отдельной миске перетрите творог через сито, затем соедините сливки с творогом и добавьте сахарную пудру, сделайте надрез в каждой булочке и начините приготовленным творожным кремом. 8. Подавайте булочки уже охлажденными, украсив сахарной пудрой, с чашкой какао. Приятного аппетита! 9. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 10. Продукты и их количество. 10. Сухие дрожжи – 2 чайных ложки. 11. Вода – 120 мл. 11. Сахар – 75 грамм. 12. Сливочное масло – 75 грамм. 11. Соль – 1 чайная ложка. 11. Яйца – 1 штука. 11. Мука – 600 грамм. 11. Сливки – 100 мл. 12. Творог – 300 грамм. 12. Сахарная пудра. 12. По вкусу. 13. Количество порций – 1,8. 13. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся!